Недосигаемых целей нет. Это доказали участники Олимпиады возможностей. Именно так дословно переводится конкурс профессионального мастерства Обилимпикс для людей с ограниченными возможностями. Региональный этап для участников позади, а впереди их ждет финал в Москве. Будущие повара, мебельщики, дизайнеры, художники по вышивке, массажисты и швеи. Всего около 40 участников показали свои способности в региональном этапе Национального чемпионата профессионального мастерства в Чубаксарах. Екатерина Сергеева доказала, что она лучшая рукодельница. Сшила самую красивую блузку. Я научилась шить в пятом классе. И мне понравилось. И я приехала учиться в город по профессии швея. Теперь я умею шить блузки, юбки, халаты, платья. Теперь Катю ждут в Москве на финале. Туда же отправится и Илья Леонтьев. Он стал лучшим в резьбе по дереву. Для молодого человека это искусство не просто хобби. Любимое занятие дает возможность познакомиться с единомышленниками, найти друзей. Вырезаем, чертим эскизы, чтобы еще лучше научиться резать работу и дома еще. Преподаватель сразу заметил в Илье особое желание заниматься резьбой. Упорство и кропотливость даны не каждому. В этом году уже у нас третий чемпионат. Мы тоже участвуем второй год. Есть. Ну, во всяком случае, будем бороться. Бороться. Не просто так едем. Педагоги Чебоксарского экономико-технологического колледжа поддерживают своих подопечных и верят в их победу в финале. Мы, как базовая профессиональная организация, которая занимается обучением именно людей с инвалидностью, ну, несем, наверное, я думаю, ответственность за то, чтобы показать обществу, показать самим нашим студентам, что их возможности на профессиональном поприще, они безграничны. Безграничны. Финал третьего национального чемпионата профессионального мастерства «Обилимпикс» пройдет в Москве в начале декабря. В нем примут участие более 900 мастеров со всей страны. Чувашию представят 8 молодых людей. Они стали лучшими в региональном этапе. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Буквально полтора часа назад в столице Чувашии открылся третий всечувашский кинофестиваль «Азам». Ровно неделю жители республики смогут смотреть конкурсные работы. Девять документальных, семь игровых, два мультипликационных, а всего 18 фильмов просмотрят жюри и зрители. Все они претендуют на главный приз кинофестиваля – статуэтку с чувашским орнаментом. Открылся «Азам» работой молодого кинорежиссера Марата Никитина «Фуга». Кстати, в рамках фестиваля есть и вне конкурсные картины. Их покажут в Национальной библиотеке Чувашии, Сеспеле, Государственной киностудии «Чувашкино» и архиве электронной документации. Вся программа есть на сайте Минкультуры Республики. Лучших из лучших наградят в день закрытия фестиваля 17 ноября. Кстати, вход на киносеансы и творческие встречи был и остается бесплатным.